всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим на тему как снять жилье в турции через какие приложения пользоваться и все что с этим связано ставьте лайки пишите комментарии и погнали это наш двор и наш вид мы сняли вот такую квартиру виллу дом неважно здесь называется в даче это вилы я хочу напомнить что мы остановились в городе датча и арендовали эту виллу без депозитов без страховых взносов без риэлторов просто сами этот выпуск не просто про информацию в интернете а именно про наш опыт с чем мы столкнулись какими приложениями мы пользовались и сегодня вам подробно расскажу потому что вот таких вот сообщений конечно огромное количество особенно после этого выпуска когда мы сняли итоги двух месяцев плюс выпуск про виллу как мы сняли и где мы сняли обязательно посмотреть эти выпуски ссылочку я оставлю в описании хочу начать с того что наши соотечественники в основном выбирают города такие как анталия и алания да я соглашусь что возможно в плане комьюнити жизни в целом анталия алания гораздо больше подходит для нас русскоговорящих потому что там на самом деле нас очень-очень много и скажу сразу что есть даже такие районы например как махмутлар это закрытые районы и получить там внж не получится вообще никак та же самая история со стамбулом то вообще огромный город огромное количество туристов и таких как мы поэтому там тоже огромное количество районов закрыта мы неоднократно пытались тоже снять квартиру в анталии в алании в разных разных районах и у нас не получалось почему во-первых цены лупят какие-то космические и необоснованные а второе на какой-то короткий срок не сдают а если даже задают на длительный то просят минимум за полгода оплату вперед туда же с прилипают депозиты страховые взносы агентстве так далее то подобное короче платеж получается космический нам это не подходит мы не особо расстраивались потому что мы покупали специально эту машину volkswagen multivan для того чтобы путешествовать на ней спокойно в ней ночевать в ней готовить и собственно в ней жить у нас есть там все абсолютно для комфортного проживания именно так почти два месяца мы прожили в турции живя в кемпингах в диких местах и на самом деле классно потому что здесь тепло и нет никакого дискомфорта что где-то будет не так в кемпингах есть машинки вай фай вода свет газ все есть и ты просто едешь путешествуешь и наслаждаешься и конечно сразу хочется сказать то что снять квартиру в маленьком городе гораздо будет проще чем в крупном это понятное дело потому что сейчас туристов здесь такое огромное количество что даже в тех крупных городах например как фитхие там полгода назад не было русской речи сейчас приходишь в парк где на детскую площадку огромное количество русскоязычного населения огромных на почтах очереди в банках невозможно открыть счета и получить карту короче куча геморроя нам лично такой вариант не подходил мы хотели некого спокойствия например в россии нам очень нравился город геленджик и красная поляна это два таких места в которых ну очень комфортно жить но у лично нашей семье поэтому здесь в турции мы приехали в такой вот город называется дача а посмотрите обзор этого города также ссылка в описании давайте изначально с вами определимся как вообще в турции снять жилье первое это паблики такие паблики как например на фейсбуке во вконтакте даже есть в инсте такие различные паблики есть группы и в telegram каналах это первый вид где вы можете снять в таких пабликах есть минусы чаще всего это паблики русскоязычные а если вы будете снимать в таких пабликах квартиру то в 90 процентов случае что вы попадете на такого русского говорящего риэлтора который во-первых заломит цену гораздо больше чем сдает ему же местный плюс он возьмет большую комиссию плюс депозиты и так далее тому подобное все из этого вытекающая поэтому выгодно снять квартиру у наших соотечественников скорее всего не получится на самом деле в алании в анталии цены начинаются от 900 евро за квартиру 1 плюс 1 не в самом хорошем районе 1200 1300 уже будет район хорош комплекс с инфраструктурой ну опять-таки кому что нужно конечно в пабликах все гораздо проще потому что вы просто делаете свой запрос вам уже пишут русскоговорящие риэлторы и вам предлагают в эти на обзор как говорится если есть деньги можете вообще ни с чем не заморачиваться просто писать во все эти паблики и вам очень быстро подберут квартиру на короткий срок не на короткий срок закрытом не закрытом районе вам все сделают просто здесь вопрос цены паблики конечно исключать не стоит ведь я же сказал что 90 процентов значит 10 процентов какого-то качественного жилья и ребят которые задают там конечно же есть поэтому не пренебрегайте такими пабликами последующий момент это приложение мы ими пользуемся постоянно именно при помощи приложений у нас и получается снять квартиры первое приложение которое вы все естественно знаете это rnbnb там можно найти себе квартиру там есть рейтинги и так далее и тому подобное не буду сильно углубляться зайдите посмотрите я думаю вы все пользовались хоть раз жизни этим приложением нам она нравится здесь более подробно хочется становиться на том моменте что сейчас забронировать там квартиру через российскую карту вас не получится и конечно прилетают такие вопросы мол типа а как тогда бронировать там я с вами сейчас поделюсь этим лайфхаком обязательно попользуйтесь смотрите заходите приложение rnbnb выбирайте все квартиру которая подходит а далее отматываете далее есть у вас такая кнопка как связаться с хозяином вы ее просто нажимаете и пишите дальше хозяину объясняете ситуацию что вы из россии вас здесь карта вы не можете оплатить значит сейчас по карте и могу только наличным возможно ли у вас оплатить наличными и сразу подчеркивать в элирах не нужно там на доллар и на евро именно в элирах они как правило соглашаются здесь есть небольшой минус потому что когда вы начинаете общаться опять-таки в 90 процентов случаев цена начинает меняться вверх то есть например квартира стоит 30 долларов когда вы договариваться на личное плате они сразу начинают понимать что у вас есть сложности вам по-любому нужна квартира на оплатить вы по карте не можете они вам начинают заряжаться например 40 45 долларов сразу же накидывают и получается такая цена если добросовестные которые сдают именно по той цене которая там указана но собственно пробуйте еще что хочется сказать про удобство rnb так это то что там не нужно заморачиваться типа с переводчиком о как же с ними буду общаться там все просто вы просто пишите по-русски человек вам пишет например по-английски или по-турецки приложение rnb она сама автоматически переводит текст главное обратить внимание что у вас обязательно был включен в приложении перевод ничего необычного декабрь дети в шортах это темка после школы вышел этот на днях газончик подстрих у нас такая красота теперь рекомендую турецкий ранчик продолжаем те ребята которые уже давно в турции или те ребята такие как мы желают испытать новые эмоции ощущения мы пользуемся приложением сахи бэндом по сути это турецкая вида это такой же аналог там есть абсолютно все машины квартиры бушные там мебель техника короче все там есть даже услуги все можно найти абсолютно там единственный неудобство это то что приложение работает исключительно на турецком языке у нас даже был опыт в газе паша мы искали квартиру чтобы именно там снять этот город нам очень нравится и вышли на турецкое агентство и тогда мы даже поехали в это агентство даже смотрели квартиру был просмотр общались с турками которые не понимают русский язык благодаря google переводчику обязательно скачайте себе английскую версию турецкую версию чтобы пользоваться переводчиком оффлайн если у вас вдруг не будет интернета не рекомендую пользоваться другими приложения потому что они очень криво переводят да и google переводчик переводит иногда криво но это лучше здесь все пользуются именно им даже турки на сахи бэндом сдают квартиры дома виллы и там огромное количество местных людей собственников которые готовы вам сдать за нормальную адекватную цену помимо этого и агентство которые там есть они тоже ставят адекватные цены мы на самом деле даже сравнивали даже в том же газипаша мы смотрели телеграм-каналы по аренде и смотрели сахи бэндом и поверьте там в полтора два раза дешевле чем в пабликах на сахи бэндоне вы выбираете например квартиру и смотрите что вам подходит там также есть фильтрация по цене посмотреть жилье на карте заходите смотрите фотки дальше описание и списывайтесь там нету как и на rnb и автоматического перевода поэтому вам google переводчик здесь в помощь в google переводчики пишите по-русски переводе на турецкий и вставляете так общаетесь кто-то из турков предлагает перейти сразу на английский язык кто знает так удобнее английский язык все-таки гораздо лучше переводят общаетесь находитесь и все вам не обязательно созваниваться вам достаточно просто договориться о встрече на встрече когда вы встречаетесь что непосредственно с человеком кто вам сдаст жилье вы также общаетесь через переводчик для более правильного снятия жилья конечно нужно заключить договор договор составляется на типовом бланке но он обязательно должен быть заверен у нотариуса то есть вы отправляетесь собственником к нотариусу и он оформляет вашу сделку через нотариус и здесь оформляется абсолютно все здесь невозможно купить машину по договору купли-продажи на капоте как это делается у нас нет вы обязательно поедете с продавцом к нотариусу и он заверит вам этот документ ну здесь такая схема также вы должны посмотреть у собственника квартиры тапу это такой документ о праве собственности соответственно берете также его паспорт он берет ваш паспорт вносите все туда данные и составляете но это опять-таки на ваше усмотрение мы например квартиру сняли без договоров на честном слове как в принципе обычно мы снимаем видимо всегда у нас происходит синергия либо нам так везет я не знаю но лучше делайте документы оформляйте все правильно это вас обезопасит ну и естественно ни в коем случае не делайте никакие предоплаты не оплачивайте квартиру до тех пор пока вы не посмотрите не подпишите документов потому что мошеннических схем также как в россии их огромное количество я очень надеюсь что вы поняли как снять квартиру каким приложениями пользуемся как списываться тогда ли тому подобное надеюсь вам этот видео поможет сейчас я хочу обратить внимание на то как конкретно выбирать квартиру и на что обращать внимание именно в квартирах давайте начнем разбираться первое с чего хочу начать это то что не пугайтесь турецких дверях нету ручки к такой как мы привыкли чтобы открыть здесь все квартиры открываются с ключа нажали и толкнули и собственно дверь открылась это сделано с точки зрения безопасности это на самом деле удобно потому что вскрыть такую дверь очень сложно и у них все двери тяжелые здесь нет таких дверей но по крайней мере мы не встречали как есть у нас такие консервные банки хочу обратить внимание на то что в 99 процентов случаев в турецких квартирах нету централизованного отопления ну к такому как мы привыкли эти радиаторы висят здесь такого нету поэтому нужно обратить внимание на на сплит-систему почти все квартиры отапливаются через сплит-систему настраиваете на тепло и идет горячий воздух если вдруг вы выберете не солнечную квартиру то вам не повезло зимой вы просто там не сможете жить вы будете ходить в куртках потому что там будет очень сильно холодно это как раз и есть следующий пункт когда вы выбираете квартиру на зимовку то обязательно выбирайте квартиру чтоб она была солнечная выбрали не солнечную поверьте вам очень сильно не повезет следующий момент это что турки очень любят плитку по всей квартире если летом это огромный плюс то зимой это катастрофический минус 95 процентов случаев теплого пола нету плитка ледяная поверьте мне плитка настолько ледяная что ходить даже в тапочках если там тонкая подошва будет холодно поэтому если у вас есть возможность выбирать то ищите такую квартиру чтобы был ламинат мы конечно на этот момент обратили особое внимание поэтому по всей квартире у нас лежит ламинат он конечно не такой теплый как ковер но не такой ледяной как плитка мы ходим без ботинок в носках я рекомендую выбирать квартиру там где есть бойлеры где вы можете самостоятельно настроить воду чтобы она была всегда у вас горячая ведь здесь в квартирах в огромном количестве установлены просто бочки на крышах которые греются за счет солнца если у вас нет солнца нет водички и эта водичка если закончилась то нагреется она еще не скоро поэтому на бойлер обязательно обращайте внимание конечно же обращайте внимание чтобы у вас была техника хорошая целая новая как в данном случае у нас сейчас это духовка и конечно посудомойка в том году когда мы жили у нас тоже была посудомойка и это очень удобно упрощает жизнь девушки поймут следующий момент это интернет интернет в турции дорогой даже если использовать через сим-карту поверьте мне за два месяца 12 с копейками тысяч в рублях у нас улетела на связь если вы работать удаленный вам нужен хороший интернет то при заезде в квартиру конечно же проверяйте скорость интернета у нас например стоит интернет здесь вайфай но речайшие говнецо он очень хорошо скачивает но загружать в интернет что-то видео на youtube это целая история загружает очень долго поэтому нам приходится постоянно покупать интернет на сим-карту ну и пожалуй такие пункты как удаленность от магазинов парковка либо удаленность от моря либо от гор это конечно уже индивидуальная история кому что нужно нашем городе где мы живем у нас две минуты на машине до моря буквально пять минут пешком и мы в центре возле моря живем у подножия горы так как у нас вилла у нас нет никаких проблем с парковок но опять таки скажу нам походу повезло но эти моменты если у вас есть машину то конечно тоже стоит обратить внимание потому что если вы живете чуть на пригорке а рынок внизу таскать сумки и пакеты будет не особо комфортно но опять таки есть всегда такси если вам нужна квартира на пару дней вы можете пользоваться приложением rnb либо суточно ru если вам нужны отели можно использовать также любые приложения островок one to trip авиасейлс и так далее то подобных отлук все эти ссылки вы сможете найти в описании по нашим ссылочкам вы гораздо выгоднее забронирует себе отель либо квартиру обязательно пользуйтесь я очень надеюсь что этот видеоролик был для вас полезен по возможности распространить его сделать репосты социальной сети обязательно поставьте лайк напишите комментарий и свои вопросы снова подчеркну что это не какая-то взятая информация из интернета где пишут чертичок это лично наш опыт через который мы прошли сами самостоятельно и конечно хотим с вами поделиться поэтому берите его и пользуйтесь если я вдруг что-то забыл или упустил то конечно же комментарии открыты и обязательно допишите но я буду с вами прощаться увидимся с вами в новом видеоролике уже завтра пока а